Из Ирака, армия которого сейчас тоже противостоит боевикам ИГИЛ, сегодня пришли сообщения о том, что там ликвидирован один из главарей группировки Исламского государства Абус Альман Аль Аскари. Он, по информации Иракского центра по борьбе с терроризмом, отвечал за проведение боевых операций. Ну а в Сирии российские военные самолеты сегодня атаковали десятки объектов инфраструктуры ИГИЛ. Последние данные Минобороны в репортаже Георгия Алисашвили. Под крылом самолета пустынная местность провинции Алеппо. Бомбы уходят прямо в цель. Белая точка на съемках с беспилотника – это именно они. Попадания и под землей детонируют боеприпасы. В Минобороны поясняют, здесь у боевиков был не просто склад. На данном объекте средствами воздушной разведки было обнаружено активное движение автомобилей и бронированной техники боевиков. Радиоразведка зафиксировала введение с этого объекта о переговорах полевых командиров в информировании туристической группировки ИГИЛ. Что позволило идентифицировать его как командный пункт боевиков крупного бандформирования. За сутки российская авиация совершила более 40 боевых вылетов в провинцию Хама-Латакия-Дей-Резорт. Но, пожалуй, самое важное направление – Алеппо. Ко второму по значимости городу, страны, занятому боевиками, сейчас боями продвигаются войска официального Дамаска. Сирийским военным такая поддержка с воздуха помогает избежать неприятных сюрпризов на земле. Нанесены точные удары по объектам, на которых боевики собирали взрывные устройства и устанавливали их на автомобили террористов-смертных. Эти автомобили планировалось использовать для проведения террористических актов в сирийских городах и населенных пунктах, а также в ходе нападения на позиции правительственной армии. При этом в небе над Сирией уже становится тесно. На днях наш истребитель Су-30СМ и американский штурмовик оказались в зоне прямой видимости. С учетом скорости машины – это опасное сближение. Система предупреждения об облучении, которым оснащены все наши самолеты, зафиксировала излучение от неизвестного летательного объекта. Наш истребитель довернул и подлетел на расстояние около 2-3 километров, не с целью кого-то напугать, а чтобы идентифицировать данный объект и его принадлежность. После чего российский Су-30СМ вернулся в боевую группу для выполнения плановой задачи. В Пентагоне утверждают, оба пилота сработали четко, в полном соответствии с предписаниями. Но сам инцидент неприятный, тем более, что он уже не первый. Еще один повод для американских военных ускорить диалог с Москвой. В Вашингтоне уже заявили, что поставляют вооружение только тем отрядам сирийской оппозиции, которые базируются за пределами зоны действия российской авиации. О необходимости координации усилий в борьбе с ИГИЛ пишут и крупнейшие американские газеты. У Москвы в этой стране есть те инструменты, которых нет у США. Это и военное присутствие, и связь со слабым, но дееспособным режимом в Дамаске, и рабочие связи с правительствами Ирана и Ирака, а также соглашение с ними об обмене разведданными. У Вашингтона есть сотни самолетов, тысячи солдат и крепкие связи с курдами. Но связи с Ираном слабы. Тяжело складываются отношения со слабым правительством Ирака. Разведка в Сирии работает плохо, а программа военной подготовки умеренной сирийской оппозиции была свернута из-за ее полного провала. Похоже, это понимают и в Евросоюзе. Политическое решение сирийского конфликта невозможно без участия всех стран, имеющих интересы в регионе. Здесь никто не может действовать в одиночку. Нам нужны и региональные страны, Турция, Иран, Саудовская Аравия. Нам нужна Европа, нам нужны США. И принимая во внимание ситуацию, особенно то, как она складывается в последние дни, мы не можем обойтись без России. Сегодня наши военные проведут очередную, уже третью видеоконференцию с американскими коллегами. В Минобороны надеются, что уже в ближайшее время стороны смогут согласовать действия авиации двух стран в сирийском небе. Георгий Лисашвили, Виктор Аверин, Первый канал.